Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Спасибо большое, что смотрите мой канал, подписывайтесь, ставите лайки, делитесь моими видео в соцсетях, я вам за это очень признательна. В этом видео хочу рассказать о том, как я сейчас ухаживаю за огурцами и что надо сделать с огурцами в июле, чтобы они продолжили активное плодоношение. Чем подкормить, как формировать, чем обрабатывать, чтобы предупредить заболевания, которые снижают урожай. В июле, как правило, огурцы уже вовсю плодоносят, начинается массовый сбор плодов огурца, который, конечно же, желательно продлить на как можно больший срок, чтобы и засолить огурцы, и замариновать, и в салатах полакомиться. Поэтому главная задача в июле по уходу за огурцами – сохранить огуречные лианы в здоровом состоянии и поддерживать плодоношение на максимальном уровне. Что же надо сделать с огурцами в июле, чтобы они активно плодоносили? Шаг 1. Регулярная профилактика заболеваний огурцов как в открытом грунте, так и в теплице. Шаг 1. Если июль жаркий и сухой, значит огурцы будут страдать от нашествия паутинного клеща и даже тли. Как с ними бороться? Шаг 1. Сделать 2-3 обработки раствором коллоидной серы по листу через каждые 5-7 дней, чтобы ни один клещ и ни одна тля не уцелели. Шаг 1. Подробно о такой обработке я рассказала в одном из видео. Ссылку оставлю в описании. Шаг 1. Если серы под рукой нет, можно воспользоваться карбамидом. Шаг 1. Как обработать карбамидом по листу я тоже оставлю ссылку в описании. Шаг 1. Также в борьбе с паутинным клещом и тлей на огурцах могут помочь биологические акарицидные и инсектицидные препараты. Это может быть, например, битоксибацелин или актофит. Биопрепараты действуют недолго, поэтому количество обработок получается довольно большое за весь период вегетации. Минимум 2, максимум 4 с интервалом 5-10 дней. Перед обработкой такими препаратами огурцов-отвредителей обязательно надо собрать все товарные и созревшие плоды огурца. Потому что после опрыскивания такие огурцы есть нельзя, придется подождать минимум 5 дней, пока действие препарата закончится. Хотя на упаковках производитель обычно и указывает, что препарат не опасен для человека, но я бы рекомендовала воздержаться от употребления обработанных огурцов в пищу. Именно поэтому в таких случаях я отдаю предпочтение обработке серой или карбамидом. Обработал, огурцы собрал, помыл и можно кушать без всякой боязни. Если же июль влажный, со значительными осадками и прохладными ночами, огурцы наверняка будут подвержены различным грибковым заболеваниям, таким как пероноспороз, мучнистая роса, другие пятнистости и гнили, которые проявляются прежде всего на листьях. Как тут поступить? Какие обработки помогут спасти огурцы от грибковых инфекций? Конечно, можно купить один из системных химических препаратов, фунгицидов, обработать огурцы и не заморачиваться. Но ведь в июле плодоношение идет вовсю, а значит такая обработка только собственному здоровью вредит. Так чем же спасать огурцы от нашествия грибов и плесени? Ответ очень простой. Содовые растворы, водный раствор коллоидной серы или медь, содержащие препараты, например, медный купороз или гидроокисмиди. Для обработки соды от грибковых инфекций надо растворить 1-2 столовые ложки пищевой соды в 10 литрах воды и обильно опрыскать огурцы по листу, хорошо обрабатывая тыльную сторону листа. Именно там прячутся очаги грибковых инфекций. Такую же обработку можно сделать и водным раствором коллоидной серы. Из расчета тоже 1-2 столовые ложки на 10 литров воды. Как приготовить раствор коллоидной серы для использования в открытом грунте и в теплице, я оставлю ссылку под этим видео. Также эффективно помогают от различных грибов и плесеней на огурцах медь, содержащие препараты, например, обыкновенный медный купороз, сульфат меди. Пропорции для приготовления водного раствора медного купороза, который рекомендует производитель, смотрите на упаковке. А вот если вы не знаете, чем вдруг заболели ваши огурцы и не можете это определить, тут поможет обработка по листу от всех болезней огурцов на основе медного купороза и карбамида. На 10 литров теплой воды надо взять 2 столовые ложки карбамида, 2 грамма медного купороза, то есть пол чайной ложки, 3 грамма перманганата калия обыкновенной марганцовки, это тоже примерно пол чайной ложки, и 2 грамма борной кислоты, тоже пол чайной ложки. Борную кислоту надо растворить отдельно, в 1 литре теплой воды, хорошо размешать, чтобы она полностью растворилась. Остальные ингредиенты смешать в другой емкости, в 9 литрах воды. Затем влить полученный водный раствор в опрыскиватель, добавить растворенную борную кислоту и уже полученным фунгицидом, сделанным собственноручно, обработать огурцы по листу, или в первой половине дня, пока солнце еще не такое активное, или ближе к вечеру, чтобы раствор успел подействовать на грибковые инфекции огурцов ко времени понижения температуры ночью. Действие такого фунгицида, приготовленного собственными руками, продолжается примерно 5-7 дней. При необходимости обработку через неделю можно повторить. Если июль и влажный, и теплый, особенно если теплые и влажные ночи, в таких условиях для борьбы с грибковыми инфекциями огурцов, можно попробовать биологические противогрибковые препараты. В теплую и влажную погоду справиться с грибковыми инфекциями огурцов помогут биологические препараты фунгициды, такие как фриходермин, а также обычная домашняя молочная сыворотка. Но здесь надо помнить, что действие бактерий, которые содержатся в таких препаратах, да и в той же сыворотке, при понижении температуры ниже 20 градусов Цельсия, практически останавливается, а не впадают в спячку в некомфортных условиях. И ничем в этом случае вам не помогут. Более подробно о таких обработках я расскажу в одном из своих следующих видео. И, наконец, поговорим о санитарных обрезках огуречных лиан для лучшего плодоношения. В июле обязательно надо постричь огурцы, удалить старые листья, которые уже откормили свои плоды. В пазухах таких листьев остались только плодоножки после снятых плодов. Также осмотрите и удалите другие пораженные вредителями или болезнями листья. Дайте огуречной лиане возможность нарастить здоровую листовую массу. Будет полезно сделать прищипывание верхушек огуречных плетей для развития новых боковых побегов, где снова появятся женские цветы, которые дадут новые плоды. А уже отросшие боковые побеги стоит прищипнуть после второго листа, чтобы растение не тратило силы на зеленую массу, а отправляло их на налив плодов. И, наконец, подкормки. В июле, в период массового плодоношения огурцов, лучшая подкормка органическая. На 10 литров воды надо взять 1 литр отстоявшегося куриного помета, добавить в стакан золы и подкормить этим раствором огурцы из расчета 1 литр раствора на каждый куст огурцов. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше количества людей. Спасибо за просмотр!